Стеноз легочной артерии Стеноз легочной артерии – это чаще врожденный порог развития сердечно-сосудистой системы, обусловленный сужением выносящего сосуда правого желудочка, что приводит к гемодинамическим нарушениям и перегрузке правых отделов сердца. В структуре врожденных пороков сердца встречается в 9% случаев как изолированный порог и также нередко входит в структуру сочетанных пороков сердца. Распространенность данной патологии среди мужчин вдвое выше, нежели у женщин. Причины возникновения Среди причин возникновения врожденного стеноза легочной артерии или ее ветвей можно выделить следующие факторы – отягощенная наследственность или генетические мутации. Воздействие ионизирующего излучения на плод во время беременности Воздействие химических факторов во время беременности Перенесенные матерью инфекционные заболевания во время беременности Другие заболевания Причинами формирования приобретенного стеноза легочной артерии могут быть ревматическое или сифилитическое поражение сердца, гипертрофическая кардиомиопатия, инфекционный эндокардит, карциеноидные опухоли, миксомость сердца, сдавление устья легочной артерии аневризмой аорты или увеличенными лимфатическими узлами. Симптомы Причинная утомляемость больных Частые головокружения вплоть до обмороков Периодические боли за грудиной Появляющиеся или усиливающиеся при физических нагрузках Может отмечаться набухание и видимая пульсация вен шеи Виды заболевания В зависимости от локализации обструкции легочной артерии выделяют клапанный стеноз, который в свою очередь может быть одностворчатым, двухстворчатым и трехстворчатым в зависимости от количества пораженных створок клапана легочной артерии. Инфандибулярный Надклапанный стеноз По степени сужения и нарушения гемодинамики стеноз легочной артерии разделяют на 4 стадии Умеренный стеноз, выраженный стеноз, резко выраженный стеноз и стадия декомпенсации. Диагностика Заподозрить данный диагноз может врач при физикальном обследовании. Так, при пальпации может определяться пульсация правого желудочка на высоте систолы, при перкуссии сердца его границы будут смещены вправо, при аускультации ослабление или расщепление. Тона над легочной артерией, грубый систолический шум. При рентгенографическом исследовании органов грудной полости признаками стеноза ветвей легочной артерии могут служить обеднение легочного рисунка, расширение правых границ сердца и ствола легочной артерии после сужения. На электрокардиограмме отмечается смещение электрической оси сердца в правые признаки перегрузки правых отделов сердца. При эхокардиограмме обнаруживают расширение полости правого желудочка и расширение легочной артерии после суженного участка. С помощью доплерографии определяют разницу давления. Дополнительно могут проводиться вентрикулы и ангиография, зондирование правых отделов сердца, а также селективная коронарография. Действия пациента. При подозрении на наличие проблем со стороны сердечно-сосудистой системы у вас или вашего ребенка рекомендуется немедленно обратиться к кардиологу для консультации и своевременной диагностики патологии. Лечение. Единственным эффективным лечением стеноза легочной артерии является хирургическое вмешательство. Выбор конкретной операции зависит от локализации сужения. Эндоваскулярное лечение применимо лишь при клапанных и периферических стенозах. В остальных случаях проводят открытую волюлопластику, реконструктивную пластику надклапанного стеноза с применением ксеноперикордельного протеза или заплатки инфундиболэктомию при подклапанном стенозе. Осложнение. При отсутствии лечения стеноз легочной артерии осложняется развитием правожелудочковой сердечной недостаточности, которая нередко приводит к летальному исходу. Профилактика. Данного заболевания заключается в исключении воздействия мутагенных факторов во время беременности, а также своевременном качественном лечении уже существующих патологий.